добрый день уважаемые коллеги я вас поздравляю с наступающим праздником мужчин и женщины скоро будут поздравлять ну и поздравляю вас с тем что вы обучаетесь или работаете в этом замечательном университете северно-федеральном арктическом университете в этой замечательной на это значение территории и самое лучшее мире стране великой россии я вчера подлетал к архангельску погода хорошая смотрел в окно и на самом деле какой стране мы прекрасно живем это не понимаю когда едешь по просторам допустим там или куэйта или омана или сирии или израиля там или европы так абсолютно другие впечатления чем здесь у нас поэтому нам с вами повезло уважаемые коллеги нам с вами очень повезло то что мы живем в россии вы видели здесь несколько фотографий была связана с китаем я там часто приглашают лекции читать бывает так вот идешь по пекину на по улице девятый этаж надо не видно то есть экология это сейчас на самом деле очень серьезная проблема а вот в целом проблемы которые стоят перед миром без решения этих проблем развиваться дальше очень и очень тяжело невозможно так промышленность этих материалов к сожалению вносит этот от до 30 процентов в загрязнение атмосферы co2 вы понимаете получение того же цемента выделяется co2 сколько или извести и так далее так далее но у нас есть арктика с арктикой много многие связывают будущее в целом планеты земля арктика это не объятки не объятные полезные ископаемые как и в целом океан так и причем отмечает а в стратегии развития россии что отсутствует сейчас недостаточно научных достижений для реального освоения арктики это на самом деле этот это так для освоения арктики как и для решения любой сложной системы вы понимаете необходимы новые подходы мы с вами прошли путь незаметно вот до классической науки так сказать классическая от монодисциплинарности к междисциплинарности и сейчас переходим к транс дисциплинарности это абсолютно новое восприятие мира вот пожалуйста на заседание европейского союза не так давно было принято решение инвестировать финансировать преимущественно междисциплинарные исследования то же самое владимир путин сказал после этого в санкт-петербурге именно междисциплинарность это будущее но вот девяносто пятом году да я опубликовал статью где писал что визитная карточка высшая школы 21 века будет междисциплинарность это вот девяносто пятый год и дисциплинарные междисциплинарные подходы нами были использованы при исследовании возможностей использования нерудного сырья курска магнитного аномалия это самый крупный бассейн в мире так строй индустрии таких работ не было именно междисциплинарность позволила нам решать эту проблему так значит мы выполнили огромный комплекс работ так и у этот опыт использовали также вот для исследования оленегорского месторождения дубравинска при аскольского и архангельского мазоносной провинции благодаря нашим работам были утверждены впервые мировой практике запасы в государственной комиссии по запасам тем самым центрально сейчас советского союза была обеспечена сырьем полностью разработаны целый комплекс новейших строительных материалов на этом сырье поэтому наш регион белородская область является одним из лидеров по вводу жилья так на одного человека это есть такой то сказать критерий в европе один процент ежегодно на человека у нас тоже самое белородской области хотя все депороски 039 всего так и эти же подходы мы реализовали это когда изучали вот породы архангельская алмазоносной провинции помните вот владимир павлович гриб рассказы главный геолог архангельского география экспедиции мы с ним плотнейшим образом сотрудничали это будет 1992 год так здесь бурились горные породы киберлиты связанные с алмазами отправляясь в мгу так сказать в лабораторию под руководством кудрявцы галины изучались алмазы а ко мне мы изучали не именно нерудное сырье это вот моя кафедра так считается ведущей кафедрой профильной российской федерации вот защищена у нас от 30 лет докторской диссертации более 80 кандидатской диссертации сейчас выполняется докторская диссертация фроловой мария аркадьевна которая вот именно получает совпадение именно сейчас в это время в центре москвы в офисе международного союза инженерных научных организаций так ей вручают награду впервые в истории архангельской области она становится инженером года российской федерации вот понимаете какое совпадение так да и вот она я думаю через пару-тройку лет докторскую меня за защитил уже да и вот в свое время мы эту проблему занимались лет пять занимались так буквально круглосуточно проекция гайдара нас буквально терроризировала нужно было утверждать запасы архангельской алмазоносной провинции так изучили это сырье так и на этом на этих результатах вот у нас в рамках моей научной школы защитили тогда же три кандидатские диссертаты на нас вышла фирма дебирс сказать которая занимается огранкой алмазовостью мире приглашали меня был я там у них и мои вот кофтун и тарасов два аспиранта так у них там в университете притория это лучший университет южноафриканской республики где находится самая глубокая в мире выработка кстати сейчас дубины три с половиной километра добывает алмазы так там они прошли стажировку и сейчас пригласили их туда после защиты диссертаты сейчас максим ковтун там является ведущим процессором сейчас всего приглашает в австралию преподавать да так но время летит экология таскать вы знаете какая вот на 70 генеральной ассаблеи оон владимирович путин высказался за то что выход из создавшихся тяжелого положения по имени земля это природно порт природоподобной технологии которые спасут мир так да а природоподобной технологии но это сложнейшая система а вы знаете что сложность слабая сложная система можно решать только при помощи новых фундаментальных подходов это транс дисциплинарность вот поймите себе вот лично мои аспиранты магистранты и студенты когда я читаю лекции они вот такую информацию фотографируют на телефоны потому что информация это будем то ваше будущее информация это ваше будущее успехи это ваш будущий финансы так далее так далее поэтому или пишите или фотографируйте или запоминайте чтобы это способ расширения но нового мировоззрения заключающие рассмотрение того ли я ну или я иное явление вне рамок одной дисциплины вот аркадий михайлович вот я посмотрел моим совет когда я читаю лекции но в китае там германии по совету сразу все начинают реализовывать у вас ни один товарищ не достал свой сотовый телефон не сфотографировать и фундаментальные данные для это ваша недоработка к не михалыч да да но в любом случае надо вам это на самом деле это для вас это будущее информация это ваше будущее да так вот природа подобной технологии это транс дисциплинарное исследование теоретическая база и транс дисциплинарных след является бионика и геоника бионика джек стайл американский ученый вы знаете изучает объекты органического мира а результат используют при проектировании машин и механизмов ну например изучают дельфинов и рыб вносит коррективы при проектировании атомных подводных лодок изучают насекомых и птиц вносит коррективы при проектировании чего ко всем обращаюсь кроме к ним хаси и марина а громче нет 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 не вы вот тоже это так сказать один из моих критериев ну смотрите дельфина и рыб изучает ность коррективы при проектировании атомных подводных лодок птицы насекомых изучают ность коррективы при проектировании чего правильно самолеты летательные аппараты это вот когда я читаю лекции а я читаю очень много за рубежом в других вузах в москве там санкт-петербурге так далее вот у меня так знаете вот несколько таких вот приемов когда я хочу понять настолько подготовленная аудитория интеллектуально и когда вам читают лекции вы всегда готовьтесь отвечать на вопросы потому что когда вы понимаете утром в поднимаетесь 3 делаете разминку отжимаете у вас есть мышцы когда вы напрягаете серое вещество голова вас не увеличится в размере это хорошо но серое вещество становится работоспособным мыслить новую информацию а это будущее ваши успехи поэтому надо всегда всегда так сказать пытаться быть на уровне быть лучше всех выше всех геоника это ваш покорный слуга изучает объекты неорганического мира это геологические космохимические процессы горной породы минералы это вот 8 февраля наш президент в новосибирске собрал элиту ученых россии и вот там вот я думаю что ваши руководители так сказать ученые прослушали как всегда такие выступления до слушать так вот в конце своего выступления после президента выступал ковальчук он говорил что вот будущее науки связано с тем что твой это так повернулся к владимирович вот мы изучаем минерал как он образуется и это технологии переносим на получение материалов мы магистрант утром прибежал от в лес за то что вы говорили лет пять назад вот сейчас ковальчук говорит как это великое достижение которым надо заниматься на самом деле еще конфуций сказал только природа изучение природы позволит человечеству развиваться и вот сейчас настоящее время я выделяю вот эти вот направления геоники вопрос к вам как вы считаете самая главная задача ученого всего мира физика химиков лирика биолога материал какая так правильно то общее до более детальный философский ответ вот когда я какую-то информацию задаю студентом а и узнают мои студенты или я на нее отвечал давал то сказать информацию об этом минут пять десять назад или эта информация есть на доске это всегда так вот я считаю что главная задача ученого всего мира это оптимизация системы человек материал следа обитания видите да сюда пульта оптимизация системы черпать ясно обитания то есть создание таких материалов в окружении которых мы с вами чувствовали бы себя хорошо пока мы с вами находят постоянно стрессовой ситуации зашли на экзамен профессора за штату вы боитесь особенно те которые не сильно не на все занятия ходил до вышли на улицу на вас там космическая разная будет а лучи так далее действует а человек находится в окружении материалов 85 90 потенции жизни но пока мы с вами научили защищать себя только от холода и тепла а вот других систем пока нет и вот этим занимается как раз моя геоника ведь использование энергетики геологически космохимических процессов архитурной геоники так далее так далее но вы знаете вот я повторяюсь что если мы материалы создадим под себя зависим от своих медицинских параметр и так далее тогда мы будем себя чувствовать комфортно в этом доме так используя энергетики геологически космохимических процессов это вот понятно что когда-то мы будем на склоне вулкана скважину бурить лаву качать и делать из него с этим материалом будет намного еще летим сейчас и использование именно горных пород которых заложено геологическими процессами энергии например вы знаете что самым ну самым лучшим сырьем для получения цементного клинка является меркель а если нет меркель как вот у вас здесь надо брать известняк надо брать глину тщательно перемешать затраты а меркель это труда уже подготовила такую смесь или же вот пример я говорю когда-то будем мы качать с платформы ил похожий как по составу на меркель будет на этой установке я на платформе ядерного установка получать клинкер и уже возить клинкер молоть и так далее так далее если например артур на геоника но вы знаете что архитектура вот идешь например по японии там или по европе так сказать так очень широкая гамма артурных объектов это как-то отвлекает человек как-то делать человека будем так говорить более расслабленным или унылое однообразие эти бараки против против гнетает поэтому я считаю что вот для решения проблемы которые сейчас в этом мире архитектура и архитектурная геоника это довольно таки ну хорошее лекарство и вот геологические космохимические процессы они объекты которые архитектор может брать в качестве подражания и проектировать здания которые нам нужны ну вот например этих кристалл флюорита вот комплекс зданий в виде флюорита вот кристалл магнетита это вот уже мой аспирант предложил кристалл магнетита это у нас курска магнитно аномалия железо-квартида состоит из магнетита вот такой комплекс зданий и так далее дру за кварца вот пожалуйста это все мы берем за основу или вот форму выветривания вот город дюна вот пожалуйста это вот все архитектурная геоника да дальше освоение подземных пространств так сказать разработка новых технологий получения материалов я говорю мы берем за основу природные аналоги вот видите вот бетоны это каллимират природный аналог вот пожалуйста мелкозеренец и бетон это песчаник стекло вулканическое значит наше стекло и так далее так далее вот пожалуйста эти породы все природа нам дает мы изучаем и внедряем вот так родился закон сраца структур вот видите да вот получитая порода это аналог кладки вот кладка какая какой придет просто на кладочный раздвора на растяжение а ну ну что не видите вот написано я же вам говорю надо пользоваться информацией а у горных пород аналогов какой придет прочности на разрыв прочность а пока я сейчас уйду с аудитории если они не будут работать видите вот 70 м по 70 раз больше изучили мы вот эту слушайте но не работает здесь веду 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 а а здесь не видно да подумать надо видите полосчатая порода до изучили мы контактную зону там и там и сформулировал я закон сраста структур согласно закону это сраста структур создали мы раствор и вот видите вот здесь вот раствор от обычный который это у вас в архангкс который нью-йорке там москве видите разница между раствором и стеновым материалом а в нашем случае не видна разница и этим самым мы прибор что на разы увеличили там в 5-7 раз то есть вот пожалуйста это доктор к диссертации моей ученицы так используя закон сраста структур видите после реставрации прошло 17 лет как будто только сейчас отремонтировали дальше вот интеллектуальные композиты это материалы при противе которые заложена система которая позволяет самовосстанавливается дефектом получен при эксплуатации снова таки взял я за пример вот видите вот вот видите секреция подойду сюда почему да да видите вот пожалуйста природа не любит пустоты как только пустота слой за слоем зарастает течение там миллионов лет например вот эту же систему мы заложили при проектировании значит интеллектуальных композитов вот этих и получилось что наш бетон образуется микротрещина она зарастает как живой организм и вообще я уже разницу между органическим нервиски мир практически не вижу то что эти материалы также реагируют на изменения экологии как и мы с вами дальше теория техногенной метасоматозы с этим материаловедения это это эволюция старик материалов характеризующиеся приспособления этих материалов к изменяющимся условиям это сложнейший процесс обратите внимание это сказать какой-то сложный процесс если мы эту тюре закладываем при проектировании своих материалов то такой статьи материал не разрушится я вам рассказал о достижениях геоники по теоретической базе которая сформирована и как раз к тому же в река это к этому времени когда я закончил формирование теоретической базы так был создан северный федерации арктического университета какое-то совпадение так ректор ваш очень энергичная умная дама сейчас я имел честь букет который мне вручили и подарить да так и была создана кафедра компонентных материалов и строительной экологии это когда софу создали нам приехал уважаемый ведущий ученый аркадий мюхалович азиштад белгород камни мы обсуждали вопросы связанные так сказать дальнейшим развитием софу и вот пришли к выводу что можно создать такую кафедру его фундаментальное здание в области химии теоретическое знание они были основой успешно существование такой кафедры и вот начали работать это начался как бы новый этап в освоение архангельской алмазоносной провинции и новый этап я бы так сказал в развитии исследований сырьевой базы потому что сырьевая база стройиндустрии она очень слабо эволюционирует очень слабо развивается новые виды сырья которые подготовлены геологическими процессами не японцы не американцы не европейцы будем так говорить сожалению изучают не знают на старом сыре мы работаем и вот пожалуйста тут и генн александр сергеевич надо здесь дисперс и модификаторы когда я начал работать по архангельской алмазоносной провинции тогда этого термина не было а сейчас под по хорошему по хорошему эти на на модификаторы можно выпускать и тоже на региа швеция финляндия и россия будут покупать с удовольствием для создания новых композитов вот пожалуйста людьми александра на вишнякова я что-то не вижу последнее время а норвегия но вот ведь я подготовили специалисты поставили поднимать норвегию да так да вот стенин диссертация какая очень серьезная но вы знаете древесина это супер материал но горит гниет хромую ложность вспоминаем трагедию а вот мы предложили технологии искусственного окаменения древесины получается это новый этап в развитии деревообрабатывающих промышленных кстати даже министерство обороны заинтересовались вот этим вот искусственного окаменения древесины да ну а вот сейчас мария аркадьевна видите тема зеленый строительный композит для арктура геоники североарктического региона очень актуально диссертация тема и так далее вот сейчас будет защищаться морозово марина вот представьте себе вот я захожу в софу в морозный день кто меня встречает а естественно морозово если было в жаркий день за еду какая-то жаркова будет в аркаде михалыч у него на все случаи жизни есть фамилии да вот будет засять диссертацию скоро прекрасная работа но только тоже мне жалко что защиты папа на поедем в шведскую поднимать науку но пока не голос вы не патриот в этом плане да но для того чтобы для того чтобы значит дальнейшем проводить исследование эффективно я считаю что нам нужно создать вот где-то в рамках стафу значит лабораторию натурных испытаний натурные исследования испытания на проводить ну что в лабораторию проводим хорошо там морозостойкость определяем в оборудовании хорошо но когда в естественных условиях мы будем определять эти характеристики вот представьте себе ваши наши разработки там какие-то уникальные бетоны там композиты есть и так далее так далее установить денег вот там в районе севера арктики далеко от от этого региона по тарах ангельска и установить датчики которые бы в режиме онлайн передавали информацию о изменении свойств этого композита зависимости от там какая температура влажность там давление там значит биокоррозия и на вашем сайте начать арктического университета в режиме онлайн идет эта информация это представьте какой бы был прорыв вперед и создать вот такую вот такую подразделение то вы окна будете зарабатывать огромные деньги будут из не только с региона россии но из там канада там швеции другие регионы где такие же условия будут заказывать такие исследования вот я сегодня будем встречаться с и владимир я предложу ей тоже подумать на эту тему да то есть вот такая вот лаборатория она такое подразделение в софу очень очень нужно но естественно переход к андисимна исследования не может не отразиться на учебном процессе вот пока мы с вами я имею ввиду аркадий михайловича до их преподаватель мы накачиваем студентов знаниями но нет методик и мы не занимаемся этим как эти знания эффективно применять мы их не учим вот здесь структура какая аудитория я смотрю не только здесь бакалавра но есть наверное магистры аспиранты да и преподавателя да да вот то что я говорю о обучении студентов используя знания этим тоже заниматься должна быть именно транзисциплинарность направлении то сидел же заниматься и медики разных направлений биологи физики до буквально все вот я считаю что пройдет лет допустим вот ваши дети а вот и ваши внуки да вот придет время им отдавать их в университет там совсем будет по-другому вот например сидит пара вот мальчика девочка да вот он чуб за часа лоб свой значит я сейчас его буду пытать да вот пара сидит да вот представьте себе она уже покраснела знает о чем я говорю да они зарегистрируют свои отношения и она естественно и слушать дорогой хватит дурака валять я хочу детей рожать он хорошо но не так как раньше мы выходим на компьютер ага кого мы хотим иметь физика лирика или там кого-то да там все это программа есть дискуссия он говорит физика на лирика ну ладно сошлись материаловед конечно да и они тут же смотрят что был у них материаловед значит извините меня им нужно так сказать процесс этот начать а там в пятницу в марте месяце после трех часов ночи перед этим они должны там покушать то-то попить водички вами так далее так далее на самом деле так будет до рождается у них это чудо так значит они тоже самое там колдует и прочее прочее и потом они уже знают что он будет материаловедом да и поступают на как азии штата ведь через 50 он еще будет работать так да но не будет ходить на его лекции не пойдет оборудование такое там сел ну не знаю там брюках не брюках руки положил на приборы и его накачали информации это так будет плохо это или хорошо но так будет а вот как вы считаете вот то же самое и вот изучат биополя наши да с вами и вот его сын во время время приходит да надо ему уже так сказать как бы найти даму такую же прекрасную как его жена вот рядом сидит да как найти тоже вбивают в компьютер информацию и окажется что с таким биополем живет девочка которая будет больше под подходить его сыну где-нибудь там в австралии или союз америки выход на нее и интересно так будет или нет а главное всегда так ребята горят нет а девочки молчат почему-то это уже опыт мой да да так вот на самом деле надо изменять парадигму образовательной деятельности да это вот пожалуйста и создание базовых кафедр открытия новых направлений вот у меня у меня на кафедре 6 направлений магистратуры и поступают со всей россии из-за рубежа потому что я вот допустим вышли на меня арабы да надо подготовить магистров по специальности значит эксплуатация газотрасных систем я создаю такую программу так проезжают учим на русском на арабском языке и так далее по лучшим со спор с использованием она лекции так далее да дальше дальше приглашение ведущих ученых но это уже известно что если векцию будет читать допустим физик лирик доцент или жарес его наш алферова ловят нобелевской премии конечно вы будете алферова слушать с открытыми глазами и ушами информация это вам запомнится а сейчас уже есть такие возможности вот сейчас мы я где-то уже сколько уже лет наверно 9 до начала лекции виду у меня сейчас в интернете по-моему где 38 мои докладов на русском немецком арабском английском языках аркадий михайлович принимает очень активно участие его научная школа это довольно таки не все наши вузы москвы там санкт-петербург из арбежных государств готовы к этому лекции читают когда я допустим читаю лекции слушают не только иногда ваши так сказать и германии и франции наши федеральные университеты именно такой подход к образовательной деятельности должен быть так ну и вот в создании значит еще до этого тем говорил по магистр программ который меня обучает кстати смотрите есть что-то пожелает мы сможем с вами тоже поработать по этим программам вот видео для нефтегазопроводных систем 3d-детинной технологии да да и вот вебинары это вот как раз вебинар был теории практика подготовки дистанционных работ помните михайлович да это было года не знаю 23 назад так это вот профессор из университета протория искать но он в основе читает за рубежом в европе и так далее и ну любой человек в мире который включил компьютер он слушал лекцию как задал вопросы рассказать по электронке там на японский и таймском русских языках потом мы отвечали кому сразу не сумели ответить так далее и вот когда задал лекции вопрос значит местников из якутии так я у него спросил как погода у вас это было где-то вот в это время он и дает уже потеплела у нас сейчас минус 37 вся аудитория засмеялась а он не знает русский язык сидит молчит ему перевели на английскую зову как же можно жить при такой температуре ряда вот она лекции то что по-моему это как раз у вас да видите да и лабораторию удаленного доступа не у всех вузах есть такое уникальное оборудование который еще а что делать вот пожалуйста какая муха со своей научной школой и тогда еще тутыгин был аспирантом у меня учился да да это вечнякова да да вот она которая сейчас за рубежом обучать иностранных студентов да так вот они проводят исследования весь мир смотрит учиться да вот защита магические диссертации в режиме онлайн это вот как раз у меня где-то года два назад и нет это было вот год назад так в магистрату и к докладывали 12 офицеров дальневосточного военного округа так диссертации а председатель гэг вот пожалуйста экс-зам министра россии заслуженность строителей россии дота профессор бак бак шея дмит семенович вот он оценивал и вот видите говорит что на самом деле высокий уровень выпускников и так далее все это реально возможно вот цикл лекции у вас вы видите да дальше эти же подходы нельзя просто преступно не использовать при получении квалификации строителей вот я лет 27 назад создал институт повышения квалификации так обучающихся где-то 1050 ежегодного где-то тысячи три-четыре максимум 7000 вы повышали квалификации вот пожалуйста акадий михайлович какие программы нам надо я думаю с вами тоже в архангельске не знаю кто повышает квалификацию строителей так тем более новые композиты мы создаем я думаю что сегодня тоже буду селена ладина встречаться говорит на эту тему надо сотрудничать в этом плане сейчас мы вот на меня вышел технопарк шанхая так там будем читать лекции повышать их квалификацию это надо обязательно делать причем зарубежными государствами сложились отношения вот китайские про ректоре ректоры приехали к нам мы проводим работу это вот видите вот это один из руководитель афганистана вот это интересная фотография значит это один из руководителей ирака он сам доктор философии так вот когда с геоникой с моей познакомился значит несколько звонков хочу встретиться с вами приглашает в ирак вы знаете как-то не комфортно мне сейчас в ирак ехать почему-то не хочется да так и он несколько раз намечал приезд срывалась потом назначил где-то 12 мая года четыре назад было хорошо он не приехал 12 я уехал в европу он приезжает на кафе в россию на кафедру так ну вот ему вручили там геонику мою видите я вот по skype на экране а он у меня на кафедре до общаемся в лекцию ему почитал но потом он начал выступать там ведь ну хвалить как обычно арабы любят хвалить ретели своих такой выдающийся хотел с ним встретиться но увы да но мне надо что же ему ответить я говорю я стремлюсь всегда быть таким как вы оттуда говорю выступаю но говорю я не могу добиться ваших двух достижений ну переводчик привода так а тихо я во первых не могу быть вице-спикера парламента ирака но во вторых я не могу как у вас и 12 детей иметь он переводит я вам помогу увидите моя сразу рассмеялись я тоже самое без улыбки я знаю я вас слишком уважаю конечно но хочу чтобы мои дети были похожи на меня а он говорит да нет я имела приглашу вас в себе и финиками буду кормить а мой эсперант там сидит рядом с ним говорит так у вас наверно четыре жена в лес на сзади всего одна да да эти доклады которых я вот вам говорил имеют очень такую популярность приглашают меня вот 2 апреля полечу в германию повышать квалификацию руководительство индустрии европейского союза так буду и вот был на военно-научно-технический форум вы наверное слышали о нем знаете я вот там побывал и мысль о том что россия загнивает мне показалось слишком неправильной на территории 300 тысяч квадратных метров все установлено вот это вот с военного оборудования за пять дней 74 не 140 тысяч людей было из 74 стран мира вы знаете какая там охрана была то есть и там каким и гил от что взорвали это было конечно удар по россии но все было нормально да так вот германия часто приглашают сентябре середине там буду докладывать так китай вот кстати вот ханчжоу значит вы знаете к обычно когда сами двадцатки знаете чтобы сами двадцатки да это 20 президента ведущего мира собирается до этого проводится таскать саммит ученых и вот я там выступал и в процессе своего выступления как бы так я такая мысль созрела говорю нам нужна новая система мироустройства горю была лига нации после первой мировой войны она себя не ну нормально было потом начал второй мировой она не выполняет свои функции после второй мировой войны была организована какая структура а но организация объединенных наций по знаете такое да вот я считаю сейчас оон не защищает каждого отдельно взятого длителя земли а решают проблему политических кланов это предложил им надо создать новую систему мироустройства на основе стран брикс бразилии россии не китай и так чтобы было столица не как сейчас в америке год в россии год винти год китая и другие странах которые присоединятся и нужна новая парадигма отношений но это вот кстати два месяца назад неожиданно меня пригласили не поверите я сам не думал что меня туда могут пригласить форум космонавтов китая и россии в городе вот хоть живу так вот я там тоже выступал насчет прода подобных технологий при освоении космоса это вот буквально это это вот конгресс да 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 онлайн конгресс это вот я отдельно остановлюсь на нем не знаю вы принимали участие днем или нет это 6 октября 6 октября впервые мировой практики значит вот видите вот это зал ученого совета наш до экран и на экране 25 вузов первый слой отдал ректору архангелем ректору новосибирского архангелем университета професс колубович 15 он говорил потом переместились в ирак первый проектор выступал по проблем с этой материале потом я лекцию почитал вот геоники затем франция потом аркадий михайлович потом германия то есть мы в течение трех часов перемещались из государства государстве и слушали выступление и там был выступал я ему слово давал очень известный ученый материал как аркадий михайлович его знает лично и сама лишь лошадь маршак он выступил и потом уже три часа длился это длилось мероприятие потом я уже заканчивал руку поднимать можно мне рожь выступает но я хочу ну давайте он выходит рядом со мной становится и горит уважаемые коллеги рид я не молодой ну хотя я считаю что совсем еще модуль только восемьдесят два года да так ритя было в многих странах мира на самом деле выученый вот я не думал что доживу до того что я здесь увидел это будущее мы не выходя из помещения смогли перемещаться в разные страны мира послушал послушать разные научные школы и так далее вот я сюда к вам лети на двух самолетах а мог эту же лекцию почитать сидя вся в кабинете кирка них аллач любит бывать так вот пожалуйста вот я говорил этот конгресс вот этот сепстрин вон у ректора выступает да так это вот вы знаете это молодого человека да а некоторые что-то смотрят не видя не узнаете его это академий михайлович он в архангельской работает да да вот это вот внизу это по-моему якутия да это вот кита вы не как это казахстан ну и так далее это вот 29 января мгсу ведущие стать на уз россии там в основном иностранцы были сухие смеси это бизнес и так далее вот у меня был доклад законство за структуру при образов при проектировании сухистой смеси для 3d детей на технологий да ну и вот видите маде московский автодорожный институт где я был еще вчера в это время так я там лекцию читаю вот транзит на растеритесь к основании арктики да это вот а а это вот как раз я говорил 8 числа это в новосибирск вот путин как раз говорил вел совещание по с учеными выдающим где начать ставились приоритеты на ближайшее десятилетие и вот как раз там и говорилось о том что необходимо как я очень говорил сейчас природу изучать для того чтобы формировать технологию получения новых материалов позови за внимание